Городская больница продолжает принимать жителей на вакцинацию. В связи с введенными ограничениями спрос на вакцину повысился в разы. Желающих очень много, что положительно для создания коллективного иммунитета. Прививаются не только электрогорцы, но и гости города. Но такой поток создает некоторые трудности, скопление очередей, долгое ожидание на прививку. В адрес администрации поступают разные мнения по тому, как организовано, как проходят, жалуются очереди, жалуются грубость персонала. Поэтому было принято решение буквально пошагово посмотреть, как организована прививочная кампания в нашей поликлинике. Поэтому сегодня поставили задачу, начиная прямо с ходной группы и до момента прививки, посмотреть, как это проходит. Учитывая наши, конечно, стесненные условия взрослой поликлиники, я хочу сказать, что в целом работа выстроена. Конечно, большую помощь оказывают волонтеры. Медицинский персонал в целом такой добродушно-благоприятный. И со стороны жителей не видно никакого негатива. Все понимают, что это очень важно. И причем идут с пониманием и проходят уже второй этап вакцинации. Получить прививку можно во взрослом поликлиническом отделении. С недавнего времени организовали дополнительный пункт вакцинации. Очень интересовал прививочный кабинет в приемном отделении, потому что никогда не доходила туда, сегодня посмотрела. Но, в общем-то, радует то, что это круглосуточный кабинет. То есть те, кто не успевает в рабочее время, могут спокойно прийти и уже в позднее время тоже получить вакцинацию. Чтобы пациента приняли, у него с собой должен быть паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед вакцинацией врач проводит осмотр, задает несколько вопросов о самочувствии и только после этого вводится вакцина. По истечении 21 дня пациент должен повторить процедуру. Если на второй период мы обязательно по своему журналу и программе смотрим. Потому что первую прививку делают, например, в Москве, там, где, допустим, прививки. Обязательно смотрят, потому что забывают, какого числа, допустим, делали прививку. Поэтому мы проверяем обязательно, какую прививку делают и какого числа. А компонент обязательно этой же? Обязательно, да. Если они прививали спутник, значит спутник. Если пиват, значит прививат, это прививат. Сразу вопрос. А если, например, сделали перейти в другом городе, а сейчас находятся на их прогрессе? В программе. Что в программе? В среде в программе. Вот где-то сидят. Да, нет, но это можно. Конечно, это можно. На любой вопрос житель всегда получит грамотный исчерпывающий ответ от специалиста. Если необходима консультация, вы ее получите без сомнения. Берегите себя и будьте здоровы.